Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео целиком и полностью будет посвящено палетке от Наташи Диноны Retro Palette. Это вот такая вот палеточка на 15 оттенков, которая стоит 65 долларов. Это из серии таких средних палеток от Наташи Диноны. И я должна сказать, что я просто уже не помню, когда я последний раз снимала видео про палетку, и про палетку Наташи Диноны в частности, и поэтому тестирую эту палетку. Ну, не знаю, поэтому или нет, но это такой спойлер, знаете, на первой минуте обзора я прям кайфанула, честно говоря. В этом видео мы с вами посмотрим несколько макияжей, мы с вами обсудим стойкость, мы с вами обсудим в целом все эти оттенки, всю эту цветную историю, и, в общем-то, решим, нужна нам эта палетка с вами или нет. И также мы с вами поговорим про тоже новый продукт от Наташи Диноны. Это вот такие румяные, более такого персикового оттенка, розоватые и такие красноватые. У Наташи Диноны в последнее время выходит прям много каких-то запусков. Вообще, Натусик мне очень нравится как бренд, потому что этот бренд никогда не стоит на месте. И когда бренд Наташи Диноны экспериментирует с формулами, с упаковками, еще с чем-то, мне нравится видеть вот эту эволюцию. Но есть, конечно, моменты, что не все продукты, они удачные. Но если они удачные, то они настолько крутые, что ты ими хочешь пользоваться просто всегда. И очень интересно наблюдать за этой эволюцией бренда, за тем, как они разрабатывают новые продукты, как они перерабатывают какие-то продукты, да, которые, может быть, не так хорошо зашли, как они планировали. Как к бренду я к Наташи Диноны испытываю крайне нежные чувства, но много последних запусков мне не особо зашли. Мне часто казалось, что что-то не стоит этих денег и так далее. И это возвращение прямо, мне кажется, максимально яркое. И здесь, в этой палетке, мы с вами тоже увидим различные эксперименты с формулами, с цветами, с их сочетаемостью. Давайте мы сейчас с вами посмотрим на макияж, который я сделала с помощью этой палетки. Я использовала абсолютно все оттенки из этой палетки по несколько раз. И во второй части видео мы с вами обсудим цену за грамм, сколько стоит и вообще надо оно, не надо, нравится или же нет. Первый макияж я решила начать с оттенка Энди. Это такой матовый, при этом полукремовый оттенок. Он очень хорошо, очень приятно растушевывается. Я его наношу в складку на нижний век и на верхний век. Оттенком Vivienne я высветляю под бровью и как бы смягчаю тушевку предыдущего оттенка. Далее я набираю оттенок грув. Я набираю его на плотный бочонок, такой, знаете, как карандаш, с которого ничего не будет осыпаться. И с помощью него прохожусь по межресничке и также выстраиваю внешний уголочек, соединяю верхний с нижним веком и также ухожу этим оттенком немножко в складку. Я работаю именно плотно и прям припечатываю его и постепенно начинаю выходить все дальше, дальше и дальше. Растушевываю его пушистой кисточкой, но достаточно плотной, потому что сам по себе он, знаете, такой, немножко это с придурью оттенок. И потом я его донаслаиваю, подрастушевываю. То есть я бы не сказала, что этот оттенок прямо на 5 километров тянется. И пушистой кисточкой, плотной, козлиной, хотела сказать, из козьей шерсти, из козы, короче говоря, я его подтушевываю. И этим же оттенком оформляю складку. Оттенок свинк я наношу на нижнее веко, он очень красиво подчеркивает цвет глаз вообще, я просто в него влюблена. И оттенком грув оформляю также внутренний уголочек. И оттенок хелио я наношу на все подвижное веко, это такая, оттенок достаточно нейтральный. Хотела сказать, что холодный, но нет, не холодный и не теплый, что-то среднее. Коричневый гелевый карандаш от Lamelle я наношу в межресничку и во все слизистые. И темно-коричневым оттенком из палетки я оформляю внутренний уголочек и также подзакрепляю межресничку. Оттенок сайкоделек я набираю на палец и добавляю на центр подвижного века. Если вы хотите, чтобы он сиял прямо на максималках, то лучше добавить его, может быть, на клей для глиттера или на что-то такое. И оттенок глиц я добавила во внутренний уголочек. В внутреннем уголочке они мне не очень нравятся, вот эти вот яркие оттенки, точнее вот эти вот топеры. Больше все-таки в качестве акцента. Ну и закрепляю снова свою стрелку оттенком грув и уплотняю цвет на ресничном крае. Дальше наношу тушь, естественно, как и, конечно же, флэш-лэш Наталин Сламель. Ну что, друзья, вот такой образ у меня получился. Мне он очень-очень понравился, пишите. Для следующего оттенка я начинаю строить форму с оттенка Go Go, и это приятный коралловый оттенок. Его тоже можно нанести как очень легко, так и чуть-чуть поплотнее. Я его ношу очень легко, он такой мягкий коралловый оттенок дает. Наношу его сразу на верхний, на нижний века и подстушевываю через светоотражающую пудру от Hourglass. Очень люблю оформлять и подбровное пространство, чтобы там был не мощный хайлайтер, а так что-то чуть-чуть сияющее. Оттенок Rabelian я наношу плотной кистью на все подвижное веко. Оттенок этот по поведению тоже тот еще гаденыш, но мы его прям вот плотно наносим и пытаемся подрастушевать хотя бы чуть-чуть границу. Этот оттенок в работе не самый простой и не особо хочется натянуться, но вот в итоге ему чуть-чуть пришлось все-таки пойти мне навстречу. И также наношу его на нижний веко, но я использую эту кремовую, такую полукремовую формулу в качестве подложки под тень, которые будут там дальше. Набираю оттенок Amara на пушистую кисть и он достаточно пигментированный, но я при этом его легко по этой пушистой кисточкой растягиваю, с помощью него как бы делаю форму. Дальше набираю оттенок Glitz и приклеиваю на оттенок Rebellion. И вы знаете, у меня вот на втором глазу не так ярко получилось, потому что блестки, видимо, чуть-чуть все-таки с него подопадают, поэтому я кисточкой этот оттенок немножечко прихлопываю, да, но получается в итоге все равно очень красивое такое приятное сияние. С помощью оттенка Groove я оформляю нижний веко и немножечко внешний уголочек глаза, потому что оттенок Amara для этих целей мне показался недостаточно темным. И оформляю межресничку коричневым гелевым карандашом от Lamelle, ну такие достаточно классические смоки с сиянием у нас получаются. Ну и темно-коричневым я оформляю снова внутренний уголочек. Оттенок Petty я наношу на внутренний уголочек глаза, он не самый такой какой-то яркий или вдохновляющий, но придает такой рожеватый акцент. И матовый светлый оттенок Mod я наношу во внутренний уголочек, крашу ресницы какой-то уж, естественно, флэш-слэш от Lamelle Natalina MUA. Минутка самой рекламы. Ну и вот такой образ у меня получился, он мне очень понравился, я с ним даже сходила в ресторан. Ребята, возможно, вы видели этот макияж в видео про Рози Хантинтон Уайтли, в общем, показываю вам тени, очень мне понравился этот макияж. Собрала я комплименты этому макияжу, ну а Дженни, правда, только один комплимент и все, но тем не менее. В общем, все очень круто, 6,5 примерно часов моему макияжику. То есть, видите, на этой кремовой подложке блестяшечки хорошо продержались, ну и тушь, конечно, понятно. Самая лучшая тушь на рынке. Наталин X Lamelle Flash Lash, естественно. Следующий макияж я начинаю с матового оттенка Nude Moff. Он вроде и розоватый, и какой-то бежеватый, очень красивый, очень легко растушевывается, у него прям хорошая пигментация, прям вот все как надо. Но опять же, его можно наслоить поплотнее. Дальше я беру темно-коричневый оттенок OPPORT, как-то так, наверное, это читается, и с помощью него вырисовываю стрелку. Этот цвет, как вы видите при нанесении, он, при первичном, точнее, нанесении, он не самый темный, но на каждый день такая стрелочка очень даже хорошо смотрится. Оформила еще внутренний уголочек и немножко нижний века. И оттенок Jute я наношу на все подвижные века. Кстати, оттенок Nude Moff вот в этом макияже. Начал, видите, розовить на фоне такого более холодного серого оттенка. И мне тоже очень понравился этот макияж, такой прям базовый на каждый день. Давайте посмотрим на румяны. Я беру сначала более светлый такой коралловый оттенок. Наношу его сначала на руку и спонжем добавляю на щеки. Эти румяна, они не очень сильно пигментированы, поэтому можно особо и не бояться. Более темный оттенок я тоже наношу, но видите, они по цвету не особо-то и различаются. В итоге мне понравился цвет, который получается при смешении этих двух оттенков. Поэтому я просто смешиваю эти два цвета на руке, набираю их спонжем и распределяю по щекам. Также добавляю их на центр лица. Все макияжи я делаю на консилере Tarte Shape Tape. Я набираю вот этот сияющий и очень красивый оттенок. Он кажется бордовым в палетке, но на самом деле он скорее более фиолетовый даже на глазах. И я наношу его на все подвижное веко. Немножко выхожу за складку даже подвижного века. И потом я начинаю его растушевывать пушистой кистью. И он уходит немного как будто даже в матовый. С помощью оттенка Nude Moff я начинаю растушевывать складку пушистой кистью. И прям как бы совмещаю два этих оттенка, сияющие и матовые. И складка в итоге и вся форма у нас получается матовая. Немножечко подчищаю кистью, где были остатки консилера. Далее таким светлым оттенком розоватым, который имеет формулу кремовую больше, тоже подтушевываю немножечко внешние границы своего макияжа. И усиливаю цвет на всем подвижном веке. В слизистые и помеже реснички я наношу коричневый гелевый карандаш от Lamelle. И немножко его подрастушевываю как по верхнему веку, так и по нижнему. И на нижнем веке я вот этот бордово-фиолетовый оттенок буду клеить прямо на карандаш. Он на самом деле настолько слабо сатиновый, что в целом-то он и для формы тоже подходит. И я начинаю его приклеивать. Глазу лучше, конечно, выбрать кисть какую-то более плоскую для нанесения на нижнее веко. Оттенком нюдмов также подтушевываю немного границу макияжа нижнего века и соединяю верхнее веко с нижним. Темно-коричневым оттенком я прохожусь помеже реснички. Сияющий оттенок я добавляю на внутренний уголочек глаза, такой немножко как в качестве акцента, в качестве хайлайтера. И добавляю топпер на внутренний уголочек глаз, предварительно смочив кисть, чтобы он туда лучше приклеился. И дальше, конечно же, крашу ресницы с самой лучшей тушью на свете. Ребята, ну что, представляете, я в Сочи просто. И макияж у меня сегодня на лице провел примерно 12 или 13 часов перелет перенес. Так, а то у меня здесь пирсинг был заклеен. Хоба! Музан, Дината! Ааа! Ой! Так. Короче, смотрим, с тенями вообще все отлично. Я тут, конечно, возле торшера. Ну, здесь, конечно, зажирнилось. Ну, кстати, тушь тоже я вообще не поправляю. Итак, немножко общая информация. В этой палетке у нас с вами 15 оттенков. Из них два спаркла. Это оттенок Psychedelic и Glitz. Это такие как спарклы, как топпер, я бы сказала. Потом у нас с вами 4 Metallica. Это оттенок Jude, Helio, Petty и Swing. У нас 4 классических матовых оттенка. Это Mod, Nude Mauve, Amara и Groove. И у нас есть 4 оттенка, которые такие полукремовые. Это оттенки Andy, Apart, Vivienne и Rebellion. В этой палетке сочетается одновременно много различных формул. И здесь, по-хорошему, надо каждый оттенок рассматривать тоже по отдельности. Потому что здесь даже вот группируя это, все равно каждый оттенок в группе ведет себя как-то индивидуально. Вообще, эта палетка, она такая очень интересная, потому что мне прям чувствуется и прям кажется, что над ней, знаете, прям хорошенечко так поработали. Вот такого плана спарклов, топперов я не особо, честно говоря, помню у Наташи Динона. Мне кажется, они у нее начали появляться как раз вот в мини-ретро. То есть это блестки, как правило, какие-то разноцветные, да, какие-то немножко доухромные, без яркой цветовой подложки. Это, по-моему, первая палетка, у которой зеркало заклеено. Во всех остальных палетках, мне кажется, что она приходила без заклеенного зеркала и просто, ну, обычная зеркалость была, а тут лежал какой-то пластик. Потом у нас здесь с вами есть сатины, но формулу Наташи Динона мы постоянно в каждом видео с вами говорим о том, что это, как правило, не вырвиглазная такая формула. То есть это такие жизненные сатины, но вот сейчас на веках вам сильно видно, что у меня прям что-то блестит откровенно. А в жизни у него вообще здесь просто много света, в жизни у всех этих цветов очень мягкое сияние. И, наверное, отличительная черта палеток Наташи Диноны в последнее время, что они, иногда у нее выскакивают какие-то вот такие веселенькие, интересные истории, да, более творческие. Но вот такие базовые какие-то по цветам палетки, они у нее, как правило, для жизни. И вообще-то, ну, как бы это хорошо, потому что палетки часто делаются для инстаграмов, для интернетов, для контента. А в жизни красишься, и не всегда это так красиво смотрится, так же, как при, там, большом каком-то освещении, когда вам надо на доухроме, там, или на каком-то хайлайтере прям вот поймать блик, вот так вот сфотографироваться, и все, в жизни может вообще убого выглядеть. Поэтому здесь не стоит ждать того, что у вас от сатинов будут просто вот жидкий металл у вас на глазах. Спарклы мне понравились, мне понравилось их наносить как и на матовые оттенки, так и на вот эти вот кремовые оттенки, о которых мы сейчас поговорим с вами чуть-чуть попозже. Матовые здесь у нас получается, матовые здесь у нас этот светлый оттенок, я такие цвета достаточно редко использую, там, куда-то под бровь или что-то такое, но я их периодически использую на внутренний уголочек глаза, мне нравится светлым матовым иногда его подвысветлить. Мнюд Мофф, я влюблена в этот оттенок, просто невероятно, это вот что-то между пыльно-розовым и холодным растушевочным, потрясающий оттенок, он абсолютно со всеми матовыми другими оттенками, которые здесь сочетаются, с помощью него можно красиво растянуть, тушевку, то есть он такой не совсем розовый, но и не совсем бежевый, потрясающий просто. Оттенок грув и оттенок омара, это достаточно стандартные оттенки для Наташи Диноны, с ними вот желательно, вот Наташа Динона, она, знаете, она как показывает у себя там в инстаграме, на ютубе, что она работает от темного к светлому, мне поэтому больше нравится с ее тенями, как правило, работать от темного к светлому, мне кажется, я в макияжах показывала здесь разные техники, потому что, конечно, наслаивание от светлого к темному, оно, как правило, попроще, но если мы посмотрим с точки зрения материала въедения, да, с точки зрения, как наносится тень, мне кажется, мы в каком-то видео, я не помню, мне кажется, это или в курсе было про нанесение теней, или на ютубе я что-то снимала, у меня уже все, вот так вот шарики зашли за ролики, что тени часто зависят, что то, как ведут себя тени на глазах, часто зависят и от метода нанесения, от силы нажатия, от кисточки, да, пушистая эта кисть, или это там плотная кисть, бочонок, или плоская, насколько она плоская, плоско-пушистая, в общем, очень-очень много, на самом деле, вот этих вот деталей. Мне такого плана оттенки намного проще, намного больше нравится наносить от тёмного к светлому, от светлого к тёмному они тоже, в принципе, наслаиваются, от светлого к тёмному они тоже, в принципе, наслаиваются, но всегда, когда вот у вас есть уже матовый какой-то оттенок нанесённый, следующий более тёмный, если в нём будет чуть недостаточно вот этих вот масел, да, он может немножко пятнисто входить в предыдущий цвет, Поэтому здесь вот будьте осторожны, заполировывайте, прополировывайте, да, ваши века, то есть про полировку я говорю, что вот такими какими-то круговыми движениями, да, вы можете наносить. Мне понравились эти оттенки, и они в палетке мне казались, ну вот на экране так не скажешь, а в жизни мне они казались прям вот ну какими-то похожими, близкими, но у нас с вами вот этот оттенок грув и оттенок омара, вы посмотрите, какие они разные. Насколько более рыжий вот этот оттенок, и вот это прям глубокий такой бордовый, но он, знаете, он рыжий по сравнению с этим, но сам по себе, простите, он все равно, в нем нету вот этой прям рыжести, от которой мы немножко подустали. Я бы сказала, что здесь все вот эти бордовые оттенки, они все уходят либо в пыльно-розоватые, либо в какие-то даже фиолетовые, потому что то, что у меня сейчас на глазах, когда я наносила, мне вообще прям вот чисто, я видела, что у меня фиолетовый мейк, а вообще не бордовый. Кстати, я надеюсь, что сегодня вы оценили, что у меня просто не до висков макияж, как я обычно это делаю, да, то есть вот такая интенсивность смоки, и вот настолько я выхожу за внешний уголочек глаза, да, где-то, наверное, ну вот 0,7, да, то есть для меня вот эта интенсивность смоки жизненная, и когда я говорю, что вы мои макияжи, которые я делаю, как правило, вот так, можете уменьшить для жизни, для большей носибельности, я говорю о чем-то примерно вот таком. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, внизу, заметили ли вы, что я сегодня сделала носибельный вечерний макияж, первый раз на моем канале. В общем, мне здесь все матовые оттенки понравились, у меня не было с ними проблем, никогда я их сами по себе использовала, никогда наслаивала их там на карандаш. По поводу формулы вот этих кремовых теней, Наташа Динона очень давно с ними экспериментирует, сначала она внедряла какой-то один оттенок, тоже, по-моему, какой-то такой розово-фиолетовый. Мне кажется, эту кремовую формулу Наташа Динона начала внедрять вот в этих палетках, про которые все забыли, как страшный сон, потому что они были потрясающие, но они, ну, вываливался продукт, но здесь были кремовые вот эти сияшки, которые просто выпадали, ну, увидите, в каком оно состоянии. Дальше вот эту кремовую формулу мы с вами наблюдали в палетке Кренбери, это тоже ее одни из первых экспериментов, видите, похоже. И здесь эти оттенки, это очень красивая палетка, но, вот видите, два оттенка очень похожих. Это очень красивая палетка была здесь, невероятно крутой вот этот розовый оттенок, но оттенки тоже выпадали, и она эту палетку потом перевыпустила почему-то в белом варианте, и там вот эти оттенки были не такие кремовые, потому что они сейчас, давайте вот этот нанесем оттенок на другой палец, потому что раз он тоже из этой серии, потому что они как-то подскатывались, какие-то были не очень понятны. Это оттенок из палетки как раз ретро. Сейчас хоп растянем вот так. Вот эти оттенки, которые были раньше, они намного более кремовые были, и Наташа начала свой долгий путь экспериментов. В палетке Bronze Palette был такой вот темно-коричневый, тоже кремовый, и я заметила, если вот начать оценивать, да, то есть я вижу сейчас передо мной весь путь Наташи Динона лежит, ааа, как круто вообще, то я вижу прям постоянные эксперименты над этой формулой. Вот тоже есть коричневый такой полукремовый, но вот даже видно, как вот этот вот светится, да, видите, он прям крем, и вот этот вот оттенок, он уже намного меньше сияет, и он не так тянется, потому что здесь крем, это, ну, прям вот настоящие кремовые тени. В этой палетке все эти четыре полукремовых таких оттенка, они разные. Здесь вот эти оттенки Andy, Vivian, Part и Go Go, они прям классно, очень красиво растягиваются, и ведут себя как очень хорошо тушующиеся матовые сухие тени, они прям обалденные. С оттенком Rebellion, как со всеми вот этими бордовыми во всех палетках, с ним всегда возникают некоторые проблемы, и он не очень хочет тянуться, то есть вы его наносите, я вот делала смойки бордовые на этом оттенке, не особо хотела вот втушевываться, потому что я сначала нанесла один оттенок, в него начала вот этот Rebellion затушевывать. Я воспринимаю эту формулу в темном оттенке как подложку под какую-то стрелку. Все эти кремовые оттенки, они смотрятся на глазах намного светлее, нежели они смотрятся в палетке, то есть вот этот Rebellion, он просто, ну, типа тупо красный, и вот этот коричневый, это не тот коричневый, которым вы прям можете мощно что-то затемнить. Я делала макияж специально со стрелкой, которую я рисовала этим оттенком, и вот он, наверное, из всех этих кремовых такой самый сухой и самый максимально близкий к среднепигментированному коричневому оттенку. И я заметила, что на Таже Динона проведена реально работа над этими формулами, потому что раньше тени, которые вы наносили на эту формулу, например, там на все подвижное веко, она могла чуть-чуть подскатываться, здесь же такого вообще нет, и я воспринимаю эти оттенки реально как подложку очень красивую под вот эти топперы, потому что действительно получается красивый нежный эффект, когда вы наносите любой из этих спарклов, да, на вот эти вот кремовые подложки. Вот эти вот два оттенка Энди и Го-Го, ой, они такие красивые просто! Мои вообще любимые оттенки из этой палетки, их четыре, это оттенок Энди, Ньют Моу, Гоу-Гоу и Свинк. Вот Свинк! Свинк вот этот... О, я когда его добавила на нижнее веко в первом макияже, я такая, о боже мой, просто дайте мне его сюда везде! Я в него просто влюблена! Я вообще так-то, честно сказать, влюблена в эту палетку. Для меня, наверное, это одна из самых красивых палеток, которые вышли вообще за последнее время. Каждый раз, когда я красилась, у меня, во-первых, не возникало каких-то вопросов, что взять, что куда нанести, потому что здесь действительно очень много вариаций. И я прям кайфовала! Я прям кайфовала от каждого движения, от каждого прикосновения. Она такая прям... Что еще классно у Наташи Диноны? То, что ее оттенком достаточно сложно найти какие-то аналоги, потому что у нее все цвета, они такие сложные, дорогие, какие-то насыщенные. То есть, они прям вот смотришь, и ты не можешь сказать, ну, это красный там, это зеленый, это синий, это коричневый. Оно вот все настолько многосоставное, что прям вот ты наслаждаешься, когда рассматриваешь эти цвета, прям вот как произведением искусства любуешься. Я повторюсь, я влюбилась в эту палетку, и здесь нету того, что есть у многих палетках, которые выходили за последние годы, она не рыжая. То есть, здесь нету такого, что у вас просто... Ну, хотя я люблю рыжие палетки, как бы, да, но здесь я бы сказала, наверное, что она скорее холодная. Здесь за исключением вот этой вот секции, да, оттенки более такие бордово-фиолетовые, но при этом не уходящие в оттенок синяка. Что еще очень круто, и это будет очень классно для тех, кто красит просто себя, так и для визажистов с этими тенями реально легко работать. Почему? Потому! Не забывайте, что все обзоры это субъективное мнение человека, кроме моих обзоров, потому что то, что я говорю, это истина. Так вот, истина здесь состоит в том, что вы практически любой из этих сияющих оттенков можете растушевать фактически без матового цвета. Когда я делала вот этот макияж, то есть вы берете, прям наносите поплотнее плоской кисть, ну, не знаю, давайте вот этот вот оттенок возьмем, и в целом вы его можете подрастянуть, как бы себе складку. Видите, там уже намного меньше светоотражающих частичек, и потом уже просто каким-то базовым вот этим, например, матовым цветом немножечко, да, эту границу смахнуть. За счет этого тушевка получается очень-очень сильно простая. То есть вот это очень быстрые смойки. Я нанесла на все подвижное веко вот этот оттенок, его растушевала в складку и чуть-чуть подтянула вот этими двумя матовыми оттенками, чтобы форма все-таки была более матовая, и потом просто добавила на межресничку карандаш, и этот же оттенок у меня на нижнем веке просто на карандаше. И вот этот оттенок Petty, который такой, ну, не особо захватывающий, да, такой достаточно обычный, но он для тех, кто любит просто и медно, да, для каких-то медных смойки, видите, он как растягивается вообще практически в матовый оттенок. То есть это очень базовый цвет, но больше он, конечно, для тех, у кого более загорелая кожа, да, и, ну, вспоминаем, да, цвет кожи у людей в среднем в Америке, где любят особенно автозагар и вот это вот все, то есть это прям, ну, цвет моей щеки, то есть это для них прям нюд такой типа на каждый день, что ты это добавил, чуть-чуть подтушевал через какой-нибудь там даже вот опять же этот оттенок или вот этот, и все, и привет, и пошел. Мне нравится то, что здесь палетка, она вот прям для разного настроения. Хочешь поярче, бахни себе там вот этого топера. Хочешь что-то базовое, там, возьми вот эти восхитительные оттенки, чуть более теплый такой, да, оттенок. О, обожаю такие цвета. Или вот такой оттенок. А если у вас голубые или зеленые глаза и нанесете вот этот оттенок, или серые глаза, ну, серые глаза, это, по сути, тоже как бы голубые, да, в этом спектре нанесете вот этот оттенок, и они начнут у вас выглядеть намного более яркими. Я бы, наверное, не сказала, что для нашего рынка это супер какая-то нейтральная база, потому что у нас очень много белокожих, и на белокожих это, конечно, будет выглядеть ярче, нежели на тех людях, кто более загорелый. Но формулы здесь все обалденные, здесь у каждого оттенка просто есть какая-то своя роль, да, которую он играет. И я влюбилась просто в эту палетку. Но, повторюсь, она не прям вот на каждый день. Если вы супер такая вот белоснежка, да, и вы любите там чуть-чуть там чего-нибудь в складочку добавить, тогда вам, наверное, больше подойдет палетка Glam, в которой очень много всяких сияшек под разное настроение, да, и вот такие вот коричневенькие, просто базовенькие оттенки. И она прям такая, очень жизненная. Обзоры на все палетки Наташи Динона, которые у меня есть или были, я оставлю ссылку на них внизу, можете посмотреть, если вас интересует какой-то другой продукт. Я фанат палеток от Наташи Динона, мне кажется, они у меня есть все в коллекции. У меня не все вот такие вот малышки, точно мне парочки не хватает, и пятерок нескольких мне тоже не хватает. Но этого формата палетки, вот этого формата палетки, они, в общем, все у меня есть, и я их все люблю. Вот моя коллекция палеток от Наташи Диноны. Здесь все вот эти вот палетки за 65 долларов, вот эти все у меня есть. Из пятерок у меня нескольких нету, и также не все у меня пока мини-палетки. Ну, просто некоторые я не особо хочу. Раньше просто было, что вот из этих малюсик, они оттенки повторяли из вот этих палеток. Но в палетке мини-ретро, например, нету оттенков из палетки ретро. Здесь вот эти все палетки, и большие палетки у меня есть. А вот это, представляете, я и даже ни разу пока не красилась. Она вот вся идеально новенькая. Я не могу, к сожалению, найти палетку Лила, и есть у меня ощущение, что ее кто-то где-то, когда-то, возможно, прихватизировал, потому что я ее точно никому не дарила. Ну, в общем, будем надеяться, что она найдется, потому что в продаже что-то я ее больше не вижу. Ну, в общем, вот это все Наташа Динона. Что у нас с вами по цене и по количеству продукта? Здесь всего 19,25 грамм продукта. Это примерно 1,3 грамма каждый рефил весит, что в целом очень даже нормально. Это стандартный вес рефил. Ну, 1,3-1,5 грамма, вот где-то так. И, соответственно, цена за грамм у нас здесь 3,37 доллара, что тоже прям суперстандартно для Наташи Динона. Мне очень нравится, что цена за грамм не изменилась относительно вот этих палеток, потому что здесь прям очень много продукта. Здесь 35,4 грамма. Вообще, бренд Наташи Динона молодцы, что они услышали людей, что нам не надо за 129 столько продукта. Дайте нам, пожалуйста, в два раза меньше и цену в два раза меньше. Спасибо большое бренду за то, что он действительно прислушивается к тому, что говорят потребители и любители бренда. Про румяна тоже хочется мне сказать. Вот кремовые продукты что-то как-то не очень удаются, как мне кажется Наташи Диноне. Они и цвета вроде такие, как надо, очень приятные. Я не скажу, что у меня как-то все убого, но эти румяна, они очень слабо пигментированы. То есть они такие еле-еле в душе, а в теле, как говорила моя давно учительница по географии. И я, возможно, это проблема моего ожидания, потому что я ожидала, что они будут пигментированы, типа как Рэр Бьюти от Селена Гомо с косметикой, что вы такие чуть-чуть набрали, нанесли и вот разнесли просто вот везде, да, одну точку. А здесь их надо наслоить. Вот этот оттенок вообще как-то, не знаю, не очень я его поняла на себе. Он какой-то, такая-то помада, мне кажется, уже не румяна. А вот эти оттенки очень приятные. Мне очень понравился, скажу вам честно, просто вот этот оттенок. Не уверена, что в такой формуле, не уверена, что конкретно этот продукт просто очень нравится цвет. Ну, он такой свежий. Ну, я бы просто рекомендовала найти в каком-то более бюджетном сегменте примерно такой же оттенок, особенно если у вас очень светлая кожа, вам он будет просто потрясающий. Ну, цвет, короче, восхитительный, нежнейший и освежающий просто для всех. Ребята, напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу. Понравилась вам палетка, не понравилась? Понравились вам оттенки, макияжи? Как чего? Как дела вообще? Напишите мне, пожалуйста. Мне будет очень интересно это все почитать. Ну, и спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте также подписываться на канал. Это очень-очень-очень сильно важно для дальнейшего развития этого канала. Он-то вообще, этот канал существует только благодаря вам и вашей поддержке. Ну, и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока! Муа!